Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь равного или подобного себе. Я также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственный за его откровения. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Посредством него Аллах направил на прямой путь из заблуждения, просветил после невежества, дарвал многочисленность после малочисленности и обогатил после бедности. Он лучший из тех, кто когда-либо делал намаз, постился, совершал хадж и обходил заветный дом Аллаха, ведя истинный джихад на пути Аллаха до самой своей смерти. И да пребудут благословения Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание, а затем, уважаемые братья. Наш Всевышний Господь говорит, «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников?» Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавший вместе с ним говорили, «Когда же придет помощь Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка. Наш Господь также говорит, донося до нас вести о предыдущих посланниках, отправленных Всевышним Аллахом к их народам, когда большая часть их общества сочла их лжецами, и лишь немногие уверовали в них. Всевышний Аллах сообщил нам о тех посланниках, «Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь, и спасались те, кого мы хотели спасти. Наши наказания нельзя отвратить от грешных людей». Всевышний Аллах упомянул в Своей книге вести о предыдущих посланниках, и в них говорится, что в конечном итоге победа останется за религией, единобожием и справедливостью, соблюдать которую Аллах повелел всем людям. Всевышний Аллах объяснил, что в сердце человека не должно проникать чувство отчаяния, когда он не надеется на помощь Всевышнего Аллаха. Даже если его беды и несчастья стали совсем тяжкими, Всевышний Аллах рассказал в Своей книге историю Талюта и Джалюта, историю о Нухе Мирьему и о других пророках. И каждый раз, как они оказывались в критическом положении, они видели, как перед ними показывается помощь Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сообщил в Своей книге. Некоторые вести о нашем пророке да благословит его Аллах и приветствуют. О тех битвах, в которых он сражался против мушриков. И о том, что Аллах предопределил ему в его жизни, чтобы его опыт стал назиданием для нас всех. О мусульмане! Всевышний Аллах предрешил, чтобы дни были изменчивыми для всех людей. Не только для мусульман. Чтобы были дни печальные и дни радостные. Или чтобы в один день была победа, а в другой поражение. Так случается со всеми людьми в общем. Поэтому, если ты взглянешь на историю, посмотришь на положение курайшитов, когда они боролись с пророком да благословит его Аллах и приветствуют, ты увидишь, что в течение 13 лет и в начале ислама они всегда побеждали. Тогда пророк да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Мог идти и видеть, как его сподвижников подвергают разным видам мучений и истязаний. Один привязан к пальме и подвергается пыткам. Это Аммар вместе со своими родителями. Другого кинули на горящие угли. Это Хабаб ибнуль-Арад, да будет доволен им Аллах. Третий востегает плетьми под горящим мекканским солнцем. И это Беляль, да будет доволен им Всевышний Аллах. Мушрики изощрялись в самых разных видах истязаний. А он да благословит его Аллах и приветствует, проходит мимо своих сподвижников и не может им ничем помочь. Так проходит 13 лет. Словно тысяча лет бед, печалей и разнообразных сложностей. Одни из сподвижников умирают из-за истязаний. А пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, не может ничего для них сделать, кроме как внушать терпение, утешать и делать за них дуа. Затем пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, совершает гиджеру в Медину. Причем вынужден делать это скрытно. Несмотря ни на что, в течение всех этих долгих лет, ни один мусульманин не отчаивался в сердце и все равно верил, что Аллах поможет этой религии. Никто из них не сомневался в могуществе Всевышнего Аллаха или не сомневался в правильности ислама и таухида. Напротив, пророк, да благословит его Аллах и приветствует в течение долгого периода, когда он оставался в Мекке, приказывал верующим делать гиджеру в Эфиопию, в чужую и далекую страну, где у них не было ни родственников, и они не были связаны с эфиопами, родством, торговлей или имуществом. Несмотря на это, они уходили из Мекки в Эфиопию и жили там годы. Они были убеждены, если мы будем жить или умрем, победим или проиграем, все равно нам виднеется помощь Всевышнего Аллаха. И неважно, застанем ли мы ее при нашей жизни или же умрем прежде, чем увидим ее. После всего этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершает гиджеру в тайне, скрываясь от курайшитов. В его сердце не закрадывается сомнение, окажет ли Всевышний Аллах ему помощь или нет. Он не говорит, я же придерживаюсь таухида, я на истине, но мой Господь делает так, что я вынужден делать гиджеру тайно. Почему ко мне не не спустятся ангелы с небес, чтобы я бросил каферам вызов? Вышел бы к ним в сопровождении ангелов, чтобы они увидели меня и чтобы я открыто выступил перед ними с силой моего Господа. Нет, он вышел тайно, скрываясь, следуя тем установлениям Аллаха, который он установил на земле. Вот пророк да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, и он прибывает в Медину. Затем происходит первая битва между ним и мушриками, и он да благословит его Аллах и приветствует, одерживает победу. В сердца верующих заходит большая радость и ликование, и еще до этого Аллах поместил в их сердца убежденность в том, что Аллах поможет своей религии. Но вскоре после этой битвы они были испытаны в сражении при Ухуде. Тогда некоторые лицемеры сказали свои слова, упомянутые Аллахом в его книге, что если бы они остались с нами, то не были бы убиты и не умерли бы. Лицемеры начали сеять сомнения в исламе. Если бы его религия была истинной, его Господь помог бы ему. Где те ангелы, которые спустились к вам во время битвы при Бадре? Почему они не помогли вам при Ухуде? Разве вы не на Талхиде, а ваши враги не на Ширке? Почему тогда ваш Господь не помог вам? И эти лицемеры стали говорить то же самое, что некоторые лицемеры говорят и в наши дни, сомневаясь в победе религии, сомневаясь в правильности вероубеждений и единобожия, в правильности Манхаджа, которого придерживаются мусульмане. Они пытаются бросить в сердца мусульман отчаяние. Даже если вы придерживаетесь ислама, это вам не поможет. А если вы начнете придерживаться чего-то другого, вы победите. Поражение и победа происходят вследствие исключительно материальных причин. Сколько у тебя оружия? Какая у тебя подготовка? Сколько у тебя воинов? За счет этих вещей ты победишь. И не говори, что победа приходит с небес. Лицемеры стали говорить, где те ангелы, которые помогли вам при Бадре? Почему они не помогли вам при Ухуде? Почему они не защитили Хамзу, да будет доволен им Аллах, когда он пал шахидом? Почему они не отвели от него тех, кто вспорол его живот и отрезал нос и уши? Где тогда были ваши ангелы? И вот позиции этих лицемеров укрепились. Они начали обсуждать мусульман на своих собраниях. И если бы у них были газеты, они бы писали в них. Если бы у них были телевизионные каналы, они бы говорили на них. Если бы у них были сайты в интернете, они бы полили на них мусульман грязью, руганью, проклятиями и издевательствами. Но Всевышний Аллах утешает верующих. Всевышний Аллах говорит им, когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих. После этого Аллах утешает верующих. Он говорит им, мы чередуем дни счастья и несчастья для людей. Один день бывает за вас, другой против вас. Всевышний Аллах говорит им, Он никогда не сделает тщетным деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. Он поведет их прямым путем, исправит их положение и введет их в рай, с которым Он их ознакомил. Всевышний Аллах говорит им, чтобы Аллах избрал среди вас павших мучеников. Также Всевышний Аллах утешает верующих. Наш Господь словно говорит верующим, победа – это не только когда ты побеждаешь мушариков. Победа – это когда ты умрешь на правильной акиде. Это когда ты умираешь в состоянии убежденности в том, что Всевышний Аллах поможет твоей религии. И удивительно, о верующие, что после сражения при Ухуде несчастья всех верующих лишь усилились, чтобы Аллах очистил их ряды до того, как сделать их наместниками на земле. После битвы при Ухуде мусульмане больше никогда не проигрывали. Но после битвы при Ухуде мусульман постигали такие беды, которые были больше и страшнее, чем наши сегодняшние беды. После битвы при Ухуде, через два или три месяца, когда у пророка, да благословит его Аллах и приветствуют, было мало средств. Когда мусульмане еще не оправились после той битвы, и среди них было убито 70 лучших сахабов, и еще более 200 воинов были ранены. У кого-то была отрублена рука, у кого-то нога, выколоты глаза, или даже была какая-то другая рана. А лицемеры по всей Медине оставались сильны. Иудеи, которые жили в Медине вместе с верующими, также были сильны и могущественны. Их голоса зазвучали громче и уверенней, а верующие продолжали ощущать сжение от того, что с ними случилось при Ухуде. Эта рана не покидала их сердца. Они желали, чтобы Аллах заменил им поражение победой, которое бы исцелило их сердца. Но после сражения при Ухуде, когда жар от него все еще оставался в душах, вдруг пришли люди из племен. Они пришли со стороны Мекки. Их отправило в Медину племя Худейль. Они сказали пророку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. В нашем племени есть ислам и любовь к исламу. Мы хотим, чтобы ты отправил к нам того, кто научил бы нас Корану и призвал бы людей к исламу. Перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует, находилась группа сподвижников, но их было мало. Те, которые сражались при Ухуде, были лучшими из них. И их было не более 650 мужчин. 70 из них пали шахидами. И более 200 были ранены. Теперь из своих сподвижников он должен выбрать тех, кто может вести да'ват, оказать влияние на людей и сдавать фатвы. И он выбрал 10 своих лучших сподвижников. Среди них были Зейд ибн Дафина, Хубейб ибн Ади, Асим ибн Сабид, одни из самых лучших, и другие из Ахабы. Он отправил их вместе с теми людьми. Когда они остановились рядом с колодцем, принадлежавшим племени Худзель, который назывался Затур-Раджи' И они шли вместе с теми людьми, которые сами позвали их. Они остановились, чтобы передохнуть. И вот племя Худзель окружает их сотней вооруженных воинов. Оружие у этих сахабов осталось на их верблюдах. И они шли не для того, чтобы сражаться. Они пришли вести да'ват. Сахабы побежали за своими луками и другим оружием. Затем поднялись на возвышенное место все эти 10 человек. Они поняли, что это предательство, вероломство и измена. Их окружила сотня человек. Которые принялись закидывать их стрелами. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, растерялись. И не знали, как им сражаться с таким большим числом людей. Пророк да пребудет над ним мир и благословение Аллаха в Медине. И до сих пор ничего не знает о том, что с ними случилось. Он думает, что если эти большие племена Худзель примут ислам, ислам обретет могущество за счет ислама. И ислам станет сильнее. Но вот эти мушрики забрасывают верующих стрелами. И постепенно поднимаются к ним на гору. Так было, пока не убили семерых из них. Затем они сказали, спускайтесь, и мы вас пощадим. Обещаем, что никого из вас не убьем. И три сподвижника спустились. Это был Хубейб ибн Ади ибн Удафина и один ансар. Когда они спустились, и в руках они до сих пор держали луки со стрелами, куфары подошли и сказали, бросьте оружие. И они бросили его. Тогда они подошли к их лукам, сняли с них тетиву и связали этих сахабов. Ансар сказал, «Это, клянусь Аллахом, начало их вероломства. Вы связываете нас, когда у нас нет оружия. Это первое ваше вероломство». И он схватил меч, так что они не могли подойти к нему. Тогда они стали стрелять в него издалека, пока он не умер. И остался только Хубейб ибн Ади и ибн Удафина. Эти племена продали их курайшитам. А ибн Удафина до этого убил одного курайшита в битве при Бадре. И мать того убитого поклялась, что будет пить вино из черепа этого сподвижника. Его отдали ей и его убили. Затем привели связанного Хубейба ибн Ади. Мушрики начали кидать в него камни. Благородный сподвижник, один из хафидов Корана, один из проповедников, один из ученых сахабов. К нему подошел кто-то и спросил, «Хубейб, то, что привело тебя к такому состоянию, разлучило тебя с твоими детьми и семьей, это не мирское, это не желание богатства, а твое следование Мухаммаду. Желаешь ли ты сейчас, чтобы Мухаммад оказался на твоем месте, а ты бы был вместе со своей женой и детьми?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, меня бы не порадовало возвращение домой, даже если бы Мухаммад остался на своем месте, а для моего возвращения потребовалось бы только уколоть его колючкой, так как я могу желать, чтобы он был сейчас на моем месте?» «Клянусь Аллахом, если бы мне дали выбор, или меня убьют, или же посланника Аллаха уколет колючка, я бы сказал, «Убейте меня, только чтобы его не уколола колючка». И они продолжали кидать в него камни, пока он не умер». Перед смертью Хубейб сказал, «О Аллах, передай от меня салям посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». В его сердце не было никаких сомнений относительно его религии или его Господа. Он не сказал, «Господь, почему ты мне не помогаешь? Господи, почему ты не пришлешь мне ангелов? Господь мой, где та помощь, которую ты обещал? Где твои слова?» Поистине, Аллах защищает верующих. Он знал, что Аллах избрал для него лучшее. Это смерть шахида. Он принес в жертву свое имущество и жизнь. Его убивают на пути Аллаха. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в тот момент находился среди своих сподвижников. Он заплакал и сказал, «И тебе мир, о Хубейб! Ва алейка салям! О Хубейб! И тебе мир, о Хубейб!» И он рассказал своим сподвижникам, что эти 10 человек, которых я выбрал из вашего числа, желая, чтобы ислам приняли те племена, все они были убиты. Более того, они были убиты жестоким образом. Так горе верующих стало еще больше. А лицемеры стали еще сильнее. Они начали одерживать верх над верующими своими языками. Иудеи, сотрудничавшие с лицемерами, также стали сильнее верующих. Тогда какой-то верующий мог идти по улицам Медины, и слышать от этих людей только издевки. Всего через 12 дней после этих событий в Медину приходит Амир ибн Малик из Неджда. Этот человек занимал высокое положение у своего народа. И его прозвали «изрыгающий копьями». Он прибывает к пророку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Он был кафиром, но на самом деле желал принять ислам. Он приходит к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и говорит «О Мухаммад, там за нами, в Неджде, невежественный народ, отправь вместе со мной тех, кто научит их исламу». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Я боюсь, что им причинят вред жители Неджда. Я боюсь за них из-за Амира ибн Туфейля, сына твоего брата». Этот человек ненавидит ислам. Возможно, он захочет нас убить. Но тот человек продолжал убеждать его, пока он не согласился. Людей в Неджде очень много. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выбрал для него 70 чтецов Корана из числа сподвижников. Те люди были одними из лучших сподвижников. Днем они собирали дрова, продавали их, раздавали милостыню, ели, после чего читали ночной намаз до самого фаджра. И у них не было других забот. Не было ни жен, ни детей. Поклонение, собирание дров, милостыня и джигад на пути Аллаха. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выбрал 70 чтецов Корана, после чего отправил их всем человеком. Они выходили не на сражение, и Амир ибн Малик обладал силой и влиянием в своем народе. Они шли с ним, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил вместе с Харамом ибн Мильханом послание к Амиру ибн Туфейлю в Неджде и сказал, когда дойдешь до места, иди к Амиру и призови его к исламу. Они достигли колодца, который назывался Бир-Мауна по направлению к Неджду. Когда они дошли до того места, они остановились, начали совещаться между собой и готовить еду. Один из сподвижников, Амир ибн Умейя ад-Думари, ушел выпасать верблюдов вдалеке от них, и на тех верблюдах остались некоторые вещи этих сподвижников. Харам ибн Мильхан отправился с посланием к Амиру ибну Туфейлю. В это время одни сподвижники отдыхали, другие лежали, третьи были заняты едой. Когда послание дошло до Амира ибну Туфейля, этот нечестивец взял это послание, разорвал его в клочья и пронзил сподвижника копьем, так что он умер. Затем он начал поднимать свой народ, чтобы они сразились вместе с ними. Они сказали, мы не будем сражаться с теми, кто находится под защитой твоего дяди. Он гарантировал им свою защиту, и мы не будем нарушать его договор. Тогда он зашел к Закуану Усайе и они восстали вместе с ним. Он пришел с более чем тысячу конных воинов, вооруженных мечами, и они окружили сахабов. А одни из подвижников в тот момент спали, другие готовили еду, и некоторые их вещи остались на их верблюдах. И отсутствовал среди них Амр ибн Умейя и один его товарищ, помогающий в выпасе верблюдов. Каферы окружили их, и они сразу же напали. Они не предоставили им возможность что-то выбирать. Они стали жестоко убивать их, пока полностью не расправились со всеми. Среди них в живых остался только один сподвижник, Кааб ибн Зейд. Он получил серьезные раны и притворился мертвым. Они подошли и начали забирать все имущество, которое у них было. Они снимали с него чалму, оружие, а он вел себя как мертвый. Когда прошел час или два, и они лежали под солнцем, мертвые, а пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, еще не знал, что с ними случилось. Амар ибн Умэйя ад-Думари, который пас верблюдов вместе со своим товарищем, вернулся и увидел, как хищные птицы кружат над тем местом и пожирают их трупы. Он подошел ближе и увидел, что некоторые из соратников Амара ибн Туфейля продолжают обирать трупы. Когда это увидели те два сподвижника, они спустились и начали сражаться с теми людьми, которые убили их товарищей. И одного убили, а другой был ранен. И Амар пощадил его и сказал, однажды один человек из племени Думара сделал добро мне, и я сделаю тебе добро за то добро. Амар вернулся к пророку да благословит его Аллах и приветствует. Амар ад-Думари, которого отпустили, вернулся один. Он прибыл к посланнику Аллаха да пребудет над ним мир и благословение Аллаха и сообщил ему об этом вероломстве и измене. И вот сначала трагедия при Ухуде. Затем трагедия у колодца Затур-Раджиа когда убили десятерых. И сейчас третья трагедия. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сильно опечалился. Анас рассказывает, клянусь Аллахом, я не видел, чтобы посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует был когда-либо сильнее опечален, чем тогда. То есть выражение его лица изменилось. У него словно сжалось сердце и он никогда не был более опечаленным и огорченным, чем тогда, людей погибших у колодца Мауна. Пророк да благословит его Аллах и приветствует в течение целого месяца читал в кунуте дуа против них из-за того, насколько велика была постигшая их беда. Но несмотря на все это, в его сердце не закралось сомнение в том, что ислам это истина. Нет, он не говорил в сердце где Аллах? Где твоя помощь, Господи? Разве я не твой посланник? Разве я не печать пророков? Разве те люди не были хафидами Корана? Как ты мог дать власть над их жизнями и дала поклонникам? Подобные мысли никогда не заходили в сердце пророка да благословит его Аллах и приветствует. Он знал, что победа приходит с терпением. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигало ваших предшественников. Народ Нуха, Адиты, Самудяне, народ Салиха, народ Гуда, не испытав того, что постигало ваших предшественников. Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близка у мусульмани. После этого у мусульман больше никогда не было поражений. Ислам одержал верх. У ислама стало государство. Мусульмане сами стали нападать, они на них нападали. Это они сражались, они с ними сражались. Ислам начал распространяться по всей земле. У мусульман возникла убежденность. И народы, которые больше других убеждены в своей религии, это исламские народы. Самые быстрые и сильные народы, которые могут претерпевать беды и испытания в сражениях, это исламские народы. Если ты прочитаешь историю, ты увидишь, когда мусульмане сражались с Хасроем, и Ираклием, с Персией и Византией, они видели, как людей в армии привязывают друг к другу, веревками за ноги. Они могли пойти вперед и назад, но не могли бежать и дезертировать, потому что у тех воинов не было аклиды, за счет которой они могли бы отважно сражаться. Что касается мусульман, то они выступали вперед, словно держа свою душу в руках. Сподвижник говорит предводителю персов, «Я пришел к тебе с людьми, которые любят смерть так же, как вы любите жизнь». Он мусульмане. То, что мы видим сегодня, трагедии, которые происходят с нашими братьями в Сирии, или которые происходят с нашими братьями в Египте, или в любом другом уголке земли, из-за них мы не должны как-либо сомневаться в том, что Всевышний Аллах непременно окажет помощь своей религии. Аллах сказал, «Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями». Аллах также сказал, «И нашим долгом было помогать верующим». В своей книге Всевышний Аллах разъяснил, что даже когда несчастье верующих усиливается, то каждый раз, как их постигает несчастье или какая-то неприятность, даже если они уколятся колючкой, за это они получают награду от их Всевышнего Господа. Мы знаем то, что происходит с нашими братьями там, будь то Сирия или Египет, но в наши сердца не должно западать какое-либо сомнение или отчаяние. Если ты взглянешь на историю, ты увидишь удивительные вещи. Мы знаем, что случилось в 656 году, когда монголо-татары напали на мусульман и уничтожили огромное количество мусульман. За 40 дней было убито более 1 миллиона 800 тысяч мусульман. После того, как в то время мусульманское государство было уничтожено, мусульмане восстановились вновь. У них появился халифат и сила. Если же ты посмотришь на современную историю, ты увидишь, что эти несчастья, беды и унижения, которые начали постигать мусульман, ему не 500 лет, не 400, ему не более 60 или 70 лет. Оно началось после падения османского халифата, и мусульмане по сей день продолжают быть уверенными и убежденными в верности своей религии. Поэтому мы верим, что с соизволения Всевышнего Аллаха Аллах вернет мусульманам их единство и силу еще раз. Я прошу Всевышнего Аллаха помочь исламу и мусульманам. Я прошу Аллаха, чтобы он помог своей религии и даровал могущество шариату. Я прошу Аллаха использовать всех нас в помощи этой религии. О Господь миров! На этом я заканчиваю. И я прошу у великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он Субтитры сделал DimaTorzok